здравствуйте дорогие друзья мы рады всех приветствовать в рок-кафе а мы это лесорубы поэзии театр поэтов послушайте сегодня вот опять топор у нас появился что сегодня происходит в рок-кафе по вторникам происходит проектовая поэзия теперь уже 2012 и сегодня в качестве гостя можно так сказать я не могу сказать что критика но вот в качестве скажем так человек который любит и уважает поэзию мы позвали ларису лусту лариса луста известная петербургская певица да и вообще всероссийского масштаба ну я думаю все об этом знают и вот сегодня спасибо давайте поаплодируем что лариса сегодня к нам пришла на самом деле вот мы сегодня будем обсуждать тех кто выступает так по чуть-чуть но вот у нас право голоса обладают все то есть вот вы что-то скажете ларис а кому-то что-то не понравится вашим мнением тоже ответить ну и там посмотрим что как получится хорошо значит во втором отделении у нас будет спектакль зэ с топорами легендарный наш спектакль его буду делать я и мали агапова и святослав король будет помогать делать это все поэтому советую во втором отделении остаться это некое безумие которое идет с девяносто восьмого года вот я почему все ребенок трогаю потому что я заболел приходится это делать меня зовут владимир антипенко я руководитель театра поэтов послушайте вот там пришел андрей чьюик так полагаю наш критик жж критик который ни хрена уже не пишет полгода ну бог с ним хорошо начали и так мария агапова выходите пожалуйста мы решили начать с мэтров чуть-чуть а потом перейдем к молодежи мария агапова но в конкурсе ларис в конкурсе участвует всех даже владимир антипенко если вдруг здравствуйте добрый вечер я не мэтр я просто человек стихотворение называется автопортрет сероглазая черноброва чуть зеленого голубого нитки губ карамельно-алый мы кораллы я шатенка со смуглой кожей нет другой на меня похожий пахнут ветром шелка наряды мы наяды сотни жизней себя искала строгий профиль моря и скалы чуть припудрить виски и скулы мы акулы я поэт в эрегантные блузки штрих запястья чрезмерно узкий губы ямбы глаза рефрены мы сирены безупречны черты как строки щеки яблоки лоб высокий роковая служанка музы мы медузы да пошла вот знаете топор вернее если в кадре что-то появилось то оно должно потом выстрелить маша я тебя зарублю сейчас затянула ты немножко сманерничала в чтении это твой натурализм пугает хорошо сманерничала слишком конечно чуть-чуть но это стих такой специальный хорошо спасибо Мария Агатова если значит дорогие друзья у кого если вдруг да не надо хлопать если вдруг возникает мнение какое-то и кто хочет его высказать можно вот сюда подходить Лариса а вы прямо оттуда и мы сразу на вас перестраиваемся и собственно вот я вам несу топор можно он у вас будет лежать на столе и а вдруг вам кто-то жидко не понравится мы его зарубим потом воображение конечно а Сергей удальцов пожалуйста сцену добрый вечер теперь не надо угадывать мои сны я показываю в прямом эфире модном клубе старой квартире и на сцене театра словно в тире и на белой рубахе как на бумаге пятна зрачки устремленных глаз острые дротики выворачиваешь наизнанку душу каждый раз словно в первой сцене это наркотики мое посвящение странный обряд но эта игра стоит риска в поисках тайного смысла стихов мне так нужен твой взгляд странное счастье что ты так близко тебе не надо угадывать мои сны я показываю в прямом эфире ты не бойся их ведь они тебе спальня наших игр в нашем странном мире разницы нет весна не весна долгожданный март несерьезно разлука тает лед в реке за чертой окна сон исчез от колесного стука поезда который тебя забрал полный вагон дорога на север свечи затушены ожидание зал обжигает легкие холодом ветер а если бы знать что до утра последнее я бы набрал в легкие воздуха и я бы ушел в настроение осеннее я бы вытер глаза свои досуха я бы дул в лицо паровозу чтобы был без тебя этот город жил бы мечтой о твоем возвращении так и не зная что будет холодно город словно тюрьма в городе пусто сними микрофон ты ходишь так красиво по сцене когда читаешь походи чё ты все вцепился в одно место город словно тюрьма в городе пусто в городе суета лето столько пыли и хлама духота руки в крови ночами без тебя темнота и не надо бежать на мосты и не нужно срывать лепестки а хочется встречать поезда но в них никого нет а мои мысли тобой проросли я люблю тебя химией мозга я боюсь что это серьезно больно от этих запретов под окном под звездой промозгла хочется новых рассветов где мы только вдвоем поцелуи твои быть одетым под любимым теплым дождем будет тепло несколько дней собачий холод но нужно ли ему верить глядя на безразличие людей четкое ощущение того что это не минусовая температура февральских ночей а твой персональный основ как следствие перегрева сердца потрогай лоб грелка терпкие капли лекарства горчичники словно заплатки закрывают точки которым ты прикоснулась за латом весь спасибо хорошо спасибо подожди куда пошел нет нет не уйдешь сейчас у нас тв поэзия 2011 серёж может туда встать специально я сюда встал чтобы чтобы ты тоже был в кадре спасибо господа вот есть у кого-то мнение в зале сейчас вот о том что прочитал сергей удальцов вот от речи веку что вы скажете легкие весенние стихи если вы дать так кому сергей удальцов не понравился поднимите руки пожалуйста есть такие а почему можете объяснить а обычно однобразно скучно лариса у вас есть мнение хорошо тогда значит такой вопрос последний аплодируют те кто считает что сергей удальцов великий гениальный поэт аплодисменты аплодируют те кто считается что сергей удальцов никудышный поэт аплодисменты ну тоже есть спасибо сергей удальцов ну вот такой у нас вот такой проект вот такой проект дорогие друзья вот давайте продолжить сейчас это был сергей удальцов а продолжит у нас тоже продолжит а вот тимофей григорьев тима давайте выходить и долго медленно ну я виноват да не предупредил святослав коровин начинайте готовиться сейчас еще несколько девушек а потом вы хорошо тимофей григорьев пожалуйста добрый вечер туман изорван ветви дождь и камни туман распнулся на ветвях креста сползает превращаясь в мягкий праг и по стволам скользит утром раннем туман от ненагретых скал отлипнет тяжелой взвеси воздух укоротит от взгляда скроет мрамор мокрых плит в нем сумраке молочном глохнут ливни в нем глохнут крики в этой мокрой взвеси в тумане он снимается в крестов с крестов в живую тишину туман готов твой грех принять он сам избит и грешен на камни сядь и бормочи в туман о тайнах и потерях и весь обман всю правду шепотом может в виде песен в тумане отзовется голос свой проснется эхо зверь вечно не мой вкусить сокрытых слов сухую песнь мне все равно знаешь мне все равно если ты не хочешь что тут стоять это не спрашивать надо делать действовать тима давай тимофей григорьев хорошо зал делать ему еще одно стихотворение тимофей григорьев а еще хорошо ларис сказал забудь поцвело яблони корзину оставь ее и может редкий плод корзины дно плетеное порвет и в тень корня поближе может двин забудь по длинным солнцем урожая забудь собрать их вороным сырком и семян их раскаленный дом не отбирает пусть сохнута сверкает сокшим стеблем янтарем зерном дождем просой на яблони листках до червоточной что здравствует в плодах и верно то что семья ни одно не прорастет что солнечный огонь другой природы за ним легко ступает непогода и в облаках густых упрятов рот она дождем лыскается колоссе не верят что конец осталось или это за собой не позовет прошу ну да это я понимаю у нас литературное объединение такое ли то чтение это такие тихие замечательные андрей что скажешь человек беспомощные тексты есть другие мнения кого-то пожалуйста лариса самый добрый принялась и стритили на сегодня может потому что я стихи не пишу и слушаю другими ушами но нет это ростик они очень понравились поэтому я назвал это ты же не критика там этот критик сказал андрей есть что сказать да да это уже по моему второе второе стишок это стих первоклассника слушай стих первоклассника знаешь еще и является чем я помню чудное мгновение передо мной велась ты это тоже стих первоклассника и прекрасное стихотворение а вот вы согласно вы тоже стихи пишите замечательно а мы с вами не согласны спасибо тимофей григорьев мне кажется очень странно если бы молодой парень писал с мудростью столетнего дедушки потому что он пишет как молодой человек это совершенно нормально когда ему будет 70 лет он будет писать так как думает 70-летний а он думает как своим на свою юный возраст не знаю столько точно не думает что очень лита я же просим когда лариса говорит переводи камеру на нее ну чё ты сидишь ну вот такое уже претендент это понял на приз 1 из хорошо господа поэта вы чем больше никто выступать не хотите да больше никому не надо все сидят ну то есть сюда завершаем а почему никто не рвется на сцена и общение я к объявлял святослава коровина сидит курит николай бизин хотел читать исполнять стихи ребята еще пять минут такой штуки я начну просто свой спектакль z у вас здесь все хуже зарядут и так далее энергетика поднимется и мне подали в приз лариса выходи куда надо стоять выходить и брать инициативу в свои руки николай бизин пожалуйста я не умею читать микрофон я попробую ближе микрофон здравствуйте театр поэтому я опять рад вас видеть надеюсь больше тебе не слышать душой что ощущает душу и за собою похищает из тела выводя наружу и суша расстилается под нами и сущее что душу очищает и слышится обычно глушая скрипичной нотаю или словами привычно возлетает выше и дышит там где нечему дышать поскольку плоть уже не существует надеюсь больше о тебе не слышать иначе нежели когда летает ликует еще не знает о том что больше нечего сказать о том что с большим надо возвращаться и помещаться в то что много меньше но я не перестан восхищаться и восхищать тебя и возвращать и так передо мной любовь гомункулус и так передо мной живут не люди но колбол химических процессов прогрессом переполненный весом значительный любовь когда могу цветок из пепла нести любимой как морской прибой разительный как в колбе парацельса я буду исцелен тобой от сифилиса и ряд проказы любовь когда могу цветок из пепла испепелить вторично на анализ спектральнейший и все-таки я луч случайнейший во мне живут пылинки как солнечный планктон и я играю ветром или это он играет моим разумом что разум не более чем любовь с изнанки как платится на голом короле где каждый виден шов и сухожилие я преклоняюсь его бессилием и в колбу парацельса погружен володя подойдите камере пожалуйста я вот вышел на сцену вы меня не снимаете ты держи в руках сейчас ты думаешь что ты крутой хорошо как вам стихи николаю что скажете андрей что ты скажешь зашифрованные из кладухи не могу это критик наш и хорошо кто по кому понравилось выступление выступление николая бизина поднимите руки есть такие а кому не понравилось что то есть мнение не раскачать него каково вас мнение по поводу автора у меня могу что-то сказать неоднозначное восприятие за ум на даме уши коля просто вот по этой кольку я тоже принцип очень уважаю очень люблю его стихи коля думает что все вот он такой великий гений люди по разуму твои стихи воспринимают ребята гениальность всего лишь форма речи хорошо спасибо это был николай бизин я на удивил пожалуйста почему сегодня зал такой молчаливый добрый вечер ну я так понимаю три минутки женской лирики а я хотел еще комментарий сказать что вот вышел такой мужчина такой а теперь вот красивую женщину позвали я не готовилась честно глаза у него не по-доброму синие покрыты холодом словно бы инием сквозит них жестокость не то в равнодушии я вся с ним внезапно измята иссушена такое в себе ощущаешь бессилие что рядом с ним смелость как рожь покосили бы как пыль он сметает уверенность выпадом это некрасиво нелепо забытым он аристократ в нем сверкает наследие и тонко поможет подскажет не леди я да впору такому стать статским советником с его-то манерой но только столетником застрял где-то в горле издавленным шепотом на всю его лесть говорю ну и что потом а рядом глаза его горные синие прошу хоть о чем-нибудь ты попроси меня и второе спасибо на краю изон сцены то ли голод собачий то ли сердце собачий она ждет перемены но не знает что значит этот голод незрячий вот бы в грудь перекрестка бросить так оголтело онемевшее тело и отчаянно хлестко танцевать под прицелом быть не частью а целом вот бы кланяться в ноги всем прогнувшимся в спинах на христовых крестинах и нести сквозь пороги снежность как балерина нежность белых невинных вот бы мостиков вязью изогнуться как в детстве через лживость приветствий перемешанных с грязью и знакомств пошлых бедства незнакомых соседства вот бы примы самые оглушить словно валом и укрыться финалом а потом тенью рваной и зарваться над залом и вернуться финалом на краю изон сцены горизонты гиганты рестораны галантны пьеса та неизменна хоть разбившись на кванты не надеть ей пуанты спасибо уходи не надо уходить все пятиться назад как раки и убегать со сцены давайте просто кто за Яну Авдееву поднимите руки поднимите руки Лариса тоже поняла снимает кто-то вообще Ларису вот в уступ она в руку поднимите Ларису вот понравилось хорошо а есть люди в зале которому не понравилось Володя сними зал пожалуйста можно попросить есть люди в зале которым не понравилось поднимите руки Яна Авдеева что нету таких Андрей Чивиков что скажешь если честно то вместе с девушкой стихи хорошие Громче говорит вместе с девушкой стихи по-моему почти гневные если девушку отнять из этих стихов есть вопросы какие задай скажем мне нравится словосочетание на краю из отца вот оно какое-то резанутое это во-первых во-вторых а можно я вступлю да можно можно конечно конечно а ты Чивикова снимай а ну вообще это стихи это призыв к любви и честности такой призыв не может не расстраиваться я скорее оцениваю положительнее чем ответить нет у меня уже нет не имеется улыбаться то есть он внес а потом сгладится вырулил ну понятно хорошо Яна вы хотите что-нибудь сказать сами ну подобный комментарий что к моим стихам есть вопросы от Андрея Чивикова я слышу не впервые поэтому для меня в принципе ничего нового спасибо за реакцию спасибо за отзыв спасибо все-таки Чивиковой или Ларисе Лусти который за тебя две руки поднимал ну спасибо и Ларисе Лусти и всем кто поднял за меня руки конечно хорошо Яна Авдеева будет делать спектакль в конце в последний вторник февраля 28 февраля спасибо это была Яна Авдеева и хорошо сейчас я позову надеюсь чувака который все-таки энергетику так добавит тут сейчас что-то замутит но он говорит что он какой-то необычный будет Святослав Королев пожалуйста что добрый вечер на самом деле я сегодня решил немножечко показать такой спектакль не спектакль скорее монолог и воспоминания воспоминания о прошлых днях на самом деле шесть лет назад я пошел служить в ряды нашей замечательной хорошей армии и вот именно в этом кителе я оказался в танковых войсках пришлось забыть о панкроке я служил в странном месте где-то в Ленинградской области если посмотреть с гугл карт то это похоже на размытное пятно потому что это секретное место оно находилось в семи километрах через лес от ближайшего населенного пункта и представляете идти зимой в восемь утра по лесу там реально были волки проснулся никого вокруг лишь ветер обрывает пожелтевшую листву и снег бросает мне в лицо не повезло один в лесу без карты компаса совсем один и ночь спустилась этих тем боится каждый виртуально не испытав таких чудес когда зимой в снегу завязнув ты в темноте идешь сплоть в лес и бьется сумка трет плечо ремень а в сумке водка и коньяк так хочется согреться но никак и куришь сигареты одна другой противней в такое сложно верить никакой системы начало стиха хотя бы было романтичным но в жизни в полузме в лесу зимой все что тогда я говорил насквозь являлось неприличным но на самом деле была не только зима там было лето летом рядом с нашим полигоном оживало садоводство и соответственно ходили автобусы до станции если идти не через лес а по трассе то это 12 километров автобусы ходили как хотели и уезжая туда домой с выходных приходилось ловить попутки на выходной из точки все призревшие карты домой где город и мосты с утра пока все спят дорога ведет к шоссе вокруг кусты и синий небес над головой решено в такое утро все автобусы до станции давно уже уехали а я на остановке зря стою и жду но руку скинув торможу гремящий как ведро с гвоздями жигули шеф подвези и он открыл мне двери я рассказал ему о многом скрепляя присказкой ты хочешь верь а хочешь мне не веришь и мы доехав до перона решили дальше шеф прости но денег нет а он до дома нам оказалось по пути и я ему строил все байки и сам себе казался неуемным а он когда доехали сказал мне спасибо что разлег а то сломался радиоприемник я не могу сказать что служба в армии была в тягость самым сложным было ощущение времени оно словно бы закручивалось в спирали и никуда не вело потому что все было настолько медленно что казалось что твои часы остановились долго все тянется долго действительно даже кажется что кто-то покажет тебе другие часы нет у всех одинаково дело здесь нечего все протекает само медленно верно в окно упирается солнце бывают звезды и дни чередой с ночами учуя случайно раскрыл секреты звезды гвозеют с плечей но путеводных нету нет путеводных точно пути никакого нету так застревают во времени между зимой и летом так замирает реальность так замирает пространство нам оставляя мысли и мысли безумные танцы в этом в этой всей скуке были очень яркие моменты например праздник посвященный нашему роду войске я танкист и тогда во второе воскресенье сентября на полигоне подсертового собираются люди они приезжают из нашего города из ближайших поселков и смотрят как летают Т-80 и на лету стреляют так странно наблюдать изнанку сказочного шоу вот рев машины прыжок огонь вот так красиво и изящно стон земли под поступью чеканище шаги и танки ты попробуй загляни каким трудом и кровью как с риском для здоровья не спя ночами проводя часы на полигонах товарищи в погонах готовили тебе твой персональный Голливуд и пули льют и поднимают флаги и в землю зарывается снаряд противник будет точно здесь повешен рад ли ты такому рад конечно рад но знал и ты как несколько недель под мат угроза неумение пробрались те кто сделал это шоу которое вошло в стихотворение частым спутником наших странных дней был алкоголь мы были офицерами мы покупали дешевую водку или пили дорогой коньяк который привозили нам родители призывников это было похоже на взятку знаете приехал человек привез ящик винограда и большую бутыль дорогущего коньяка и сказал отпустите моего сына в увольнение что делать мы иногда плевали на приказы комбата и отпускали опять налил стакан и выпил я вижу силуэты и черты они как я но мне не хочется напиться среди лоскутной гулкой пустоты и вновь безумные идеи скандалы склоки пьяный бред вот так между пальцев пламенеет зажженный порох сигарет потом на утро тени встанут затем чтоб вечером опять сгонять до магазина если рядом тогда так сложно устоять и честь мундиры не пороча вести неважную игру весь вечер на экране порно шансон в магнитофоне поутру вот так вот засыпая ночью когда реально плохо от вина среди бредовых мысли лезет одна а если через час война да святослав король хорошо давайте кто за святослава королева поднимите руки ой даже варисы поднимает что я не знаю а а понравилось что ли хорошо а есть кого не понравилось так да иди сюда чтоб тебя видно было быстрее только выходи пожалуйста господа офицеры начали представьте Александр или Артер просто короче ты очень орал но я вот говорю что человеку все таки ну в общем ты очень орал и это было монотонно я немножко призаснул и ты иногда описывал вещи вполне себе обыденные но добавлял излишнего трагизма и если бы ты делал паузы и крещендо доминуэндо то было бы это лучше воспринималось и вообще воспринималось а стихи понравились? композиционно я не особо понял о чем вообще речь очень громко стихи о том что танкист там его переживания в армии что-то такое да? хорошо Слава, есть что ответить? я могу сказать что я никогда не слежу за своей интонацией она какая есть такая есть я никогда не стою у зеркала и не продумываю что мне и как считать я думаю это правильно потому что репетиция убивает творчество хорошо ладно не будем занудничать Слава действительно молодец вот сюда поднимает энергетику а вообще содержательная часть это дело автора Андрей Чириков вам понравилось как пишет Ант Святослав Король в рамках театра поэтов выступление очень хорошее хорошее по-моему это не стихи а некая мини-проза так он сказал что это будет проза заметки танкистов вы что тут сумасшедшие все что ли? ты спрашиваешь на его мнение так я шлоу ну так а почему я должен повторять? почему я должен повторять? почему я говорю свою хорошо Лариса у вас есть какие-то? это не только мини-проза возможно это плохая мини-проза ааа Лариса можно что-то пару слов? Лида переведите когда я обращаюсь к Ларисе переводите камеру по Ларису ну могу сказать что во всяком случае энергетика у автора я просто как человек сцены могу сказать что человек обладающий абсолютной энергетикой согласно с оппонентом который выходил и рассказывал свое мнение да немножечко вот такая вот подача гиперяркая и немножко однообразная действительно в какой-то момент притупляет восприятие вот именно самого слова потому что хочется взять и прочесть чтобы понять смысл да на аутизме поэтому вот такого полного мнения у меня нет потому что что-то мне очень понравилось что-то я просто действительно где-то в какой-то момент перестала воспринимать ну да ну вот Слава такое мнение между прочим у него да у Славы есть такой момент что он если кричит то все время долго кричит ну это однозначно ярко ну ярко да почему кстати дорогие друзья почему вот Лариса Уста здесь сидит почему она говорит что-то потому что Лариса Уста член жюри премии послушайте имени Велимира Хлебникова когда мы вручали премию бродячей собаке она не смогла прийти она в то время летела в самолете я это все говорил вот но Лариса она любитель поэзии и вы поймите правильно что в данном случае мы не поскольку мы заявляемся как театр поэтов да сценическое некое действие Лариса Уста собаку съела на сцене ну так можно сказать да и не одну поэтому она здесь и как говорится говорит какие-то слова можно не соглашаться можете говорить свои слова мне не пожалуйста критики вы да при этом в них все это живет они для этого находят в себе потенциал и пишут пишут свои мысли свои чувства облекают слова это здорово и поэтому я наверное сегодня нужно очень постараться чтобы вызвать у меня какой-то негативный ягод потому что все что я вижу и слышу сейчас мне доставляют поэтому я сегодня наверное скорее адвокат поэта я бы говорила и высказывалась по-другому опять же с уважением к творчеству но так как я среди вас вот скорее зритель и любитель абсолютный я скорее отношусь к вам с таким поэтом он и пишет на самом деле не поэтом он и пишет он и пишет я даже играю не для критиков я играю для зрителей да 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 вот в этом и интересно хорошо все да да это было мнение Ларисы Густа а мы сейчас попробуем испортить настроение может поднять ну вот а вот вот увидите Дмитрий Бацавевев вы готовы выйти дорогие друзья там на заднем плане пожалуйста не надо вот как мы когда в микрофон я говорю еще ладно вот вы даже сейчас разговариваете там вот вы понимаете ну можно поговорить там чуть подальше вот когда вот Лариса говорит пожалуйста потише Андрей а кстати а у тебя какой-то ты что-нибудь хочешь сказать вот по поводу того что говорил Лариса хорошо ты тоже да ну вы все добрые блин ладно а я так злой карабас-марабас у меня роль такая я играю роль я кстати в душе вот абсолютно такой же как вы сейчас сказали ну потому я здесь это все и организую меня зовут Владимир Антипенко а Дмитрий Бацеев пожалуйста все что я сейчас вам прочитаю называется адский рай темная половина как неизбежно тьма сопровождает свет как мать с ребенком связывает пуповина так наступает нам на каждый след неведомая нам другая наша половина она свершит все зло что ты б свершить не смог и никогда не явится с повинной ты крикнешь от отчаяния спаси нас бог черт побери в ответ вторая половина и шансы победить ее равны нулю ее не спрятать не закрыть не отодвинуть на каждое твое я вас люблю я вас убью кричит вторая половина отрезать свою тень и чистым светом стать не удавалось никому до ныне прошу тебя не надо забывать о своей темной половине милому другу подражание французским поэтам о друг пойдем со мной туда где нас не давят тяжестью года где жизнь всегда беспечна и легка и вдоволь анаши и коньяка там не болит с похмелья голова и запросто рифмуются слова и каждый сам себе заслуженный пиит и над душой никто блин не стоит а мы как молодые жеребцы насаживаем девок на концы а тридцать три веселых трупака на кладбище танцуют гопака там нет ни чувства долга ни вины ни зависти ни смерти ни войны пойти туда с тобой всегда я рад пойдем же только знай что это место ад разумеется просто стоит забыли сказать что Дмитрий он такой мастер ироничный такой своеобразный шизофреничный поэт я не правы? совершенно верно ты извращенец да извращенец духа это я постижение называется следующий стихотвори приподниму свой старый зад пойду гулять в весенний сад спущусь по лесенке во двор чтоб жизнь рассматривать в упор капель ручьем стекает с крыш окошко доедает мышь весь мир сверкает и поет и баба радостно дает и высший смысл бытия вот-вот уже постигну я ведь счастье рядом вот оно и наступил ногой говно мне жизнь преподнесла урок вот ты какой тяжелый рок кому страдать кому сгорать но кал придется оттирать я видел жизнь я понял суть мне нужно выпить и курнуть сквозь тьму и свет сквозь рай и ад тащу назад свой старый зад на зиму наступает хорошо дмитрий бацук наступает хорошо всегда дима взвал энергию в театре и вообще в искусстве не обязательно вызывать положительные эмоции можно отрицательные но это тоже какой-то даже не то что негатива а все равно через противодействие что-то внутри андрей скажи грох грох во первых балансирует на грани пошлости порой проваливает болото пошлости это первое второе явление его поэзии нуждается в более серьезном изучении надо пояснить вопрос в какой мере он повторяет своих пришествиях в какой мере вносит новое потому что вот такие тексты подобные о вознасиловании утопленности и так далее писали писали всегда но когда это был чистый модель то есть впервые и в этом был вызов это было интересно а сейчас это может казаться банально но это его суть такая психология это неважно мы говорим о поэзии я ее творческой психологии я понял но у Димы есть книжка она интересна с собой я с собой нету ну вот потом можно как-нибудь его пересечь послезавтра сольный концерт в клубе красный лист там будет много интересного я там буду петь песни хорошо у тебя есть что сказать потому что творческим талантливым людям можно все понятно Лариса а вы что не скажете ну во-первых я практически увидела своего коллега ну артист что тут скажешь я как поэт его оценят ну в первую очередь так все анализы поэт артист очень харизматичный очень интересный главное что есть чувство юмора это уже не мало ну то есть в целом интересно да я улыбалась если не было интересно слушать значит уже он имеет право жить хорошо спасибо товарищи уважаемый зал а снимите зал вот Володя можешь зал просто целиком так снять вообще вот весь общим планом скажите пожалуйста кто считает что Дмитрий Базыев полный идиот и вообще его стихи фигня несусредная поднимите руки ага потому что камеру направил потому никто не поднимает руки послушай дорогой ты как-то усложняешь задачу референдума можно идиот отдельно а долгую фигню отдельно а это не идиот а стихи фигня стихи фигня поднимите руки а уже в курсе вот есть хорошо ну тогда уж поднимите кому очень понравилось как Дима выступает ну вот видите Дима люди за тобой народ за тебя все спасибо спасибо это был Дмитрий Базыев спасибо ну вот и сейчас я буду Татьяну скруюсь пожалуйста выходите надо вот быстрее выходить как-то очень долго всегда по кругу так сразу на сцену Татьяна ну я вас первый раз да мы здесь вот Татьяна дебют сегодня мы через интернет все списались поэтому пожалуйста спасибо да на здоровье два стихотворения разницу между ними можно почувствовать по размеру не будет венчальных праздников секунду хватит болтать вот вы выступаете майя почему вы не даете своей коллеге выступить прощение или прощание не будет венчальных праздников в декабрьских декабрьских похоронах можно вступать откровенно в гражданские воины неравных сыпется белыми хлопьями ужас в перебродивших дворах следы укрывая скрывая разломы мостов попранных алчностью бешеной ты разверзаешь скуластую пасть с вьюгой отчаянно воешь свои сумасшедшие трели но кто-то хватает за волосы не позволяя пасть неведомый сильный вытягивает из глубины намели рыбой без зуба таращишь глазницы пустые на лед бьешься хватая губами отбитыми яростный воздух а кто-то извлекший тебя из отравленной бездны поет о том что зимой хоронить слишком тягостно и непросто и снова ты мечешься между теплом колыбельным и братской войной срываешь замки и толчешь в металлической ступе надежды зима наступает она уже рядом и мечется вместе с тобой а ты замерзаешь в потрепанной сквозняками ветхой одежде и все-таки кто-то кто был и по-прежнему рядом стоит губы кривит если ты делаешь вид что его не видишь послушай он говорит ветер над крышей ревет рычит слышишь его бесконечные вопли конечно слышишь можно теперь возвращаться к пледам и математиковым чаям там вероятнее будет отыскана подвенечное платье ты молча стоишь на ветру костенее и теребя распятье так провожают в последний путь тех с которыми выживал с кем уходили на дно океана горели в кабине пилота тех кто вытаскивал из твоего почерневшего тела кинжал и поливал на уже умирающую душу живую воду может случиться однажды что ветер устанет выть выдохнув внутрь оставленной бездны последние силы но если придет тот час когда некого станет похоронить тогда обнаружишь внезапно что сердце твое остыло это все было одно стихотворение очень длинноватое стихотворение я же просил поэмы не читать но хорошо нет но сейчас у нас честный проект вы же в ТВ поэзии там 11-12 какая разница вот Тибул Камчатский пришел значит в ЗЭТе будет участвовать тоже вот скажите пожалуйста есть какое-то мнение о том что прочитала Татьяна это очень здорово сказал Сергей Ганникберг что? язык очень хороший язык очень хороший лариса а что вот вам всем понравилось у меня вопрос вот хорошо у меня вопрос к вам кому понравилось скажите вот то что вам понравилось о чем это то что прозвучало о чем это было вообще а? 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 а что о времени? о каком? о сегодняшнем? строчку одну назовете о сегодняшнем времени? а? когда некого хоронить когда некого хоронить Андрей скажешь что-нибудь? грозное выступление грозное выступление грозное выступление целый мини спектакль девушка выступает мрачно, грозно по моему это о зимних Андрея то есть понравилось ладно, я умолкаю видите, зал за вас поэтому давайте дальше Татьяну, скоруюсь благодарю Будда знаешь, я видела твоего Будду он сидел под раскидистым дубом и писал поэму он действительно невероятно худ и задуман так, будто никогда не мотал его во время если он говорит, то исключительно птичьим языком а если молчит, то кажется, что несерьезно личности перед ним сгорают так же стремительно, как и спички а его собственная личность не более чем курьез но, знаешь, я не рискнула с ним говорить ему это не нужно а мне и подавно только б не впасть в нирвану пусть себе сидит под ним уже образовалась лужа он ее не видит, ему вообще давно все по барабану да, он красив, даже в куче дерьма сидя умеющий летать прекрасный вовсе не тем, что в перьях знаешь, можно существовать вот так и никого не обидеть и никому не служить и совсем ни во что не верить хочешь? у тебя бы вышло ты знаешь, ты был на пороге тащили, оттаскивали, говорили вернись, любимый а Будда накладывал на воздух все новые и новые строки и воздух дышал, и жил, и это было красиво и все-таки что-то мешало нырнуть головой в фекалии а почему-то хотелось неведомого причащения знаешь, простыми, не такими, как подхисаттва стали мы еще до рождения и уже тогда мы верили спасибо Татьяна, скруйся я так понял ну что ж вы, девушка на чем вы уходите? вы думаете, что все? нет, не все идите сюда, пожалуйста что? ну понятно, там за терминологию зацепились что девушка хотела сказать ей в секторе? что? контраст контраст в мир, в мир, да? нет контраст между двумя идеологиями буддизм и вы знаете, я вам скажу так у меня есть 50 стихов, про которые я вообще не могу вот другие понимают, что я там написал, а я ничего не понимаю но когда я читаю, люди говорят, как здорово поэтому вопрос, что вы хотели сказать этим стихотворением почти неуместен дело в том, что феологические, вот и другие вы не поняли, что она хотела это сказать хорошо, давайте спросим у Ларисы я понял вашу Лариса, вы поняли, что хотела девушка сказать? она ипотировала мы поняли, поняли, да ипотажа здесь не было, не надо все, давайте выслушаем мы вас услышали, спасибо, хорошо ваше мнение мы поняли Лариса, у вас есть? нет, но если меня тоже вот сейчас попросят ответить на этот же вопрос не мешайте говорить другим пожалуйста, извините вас если меня попросят ответить на этот же вопрос что хотела сказать что хотел сказать автор своими стихотворениями я, наверное, так вот сходу тоже не отвечу действительно вопрос сложный я вообще как люблю читать стихи вот когда я их вижу простите, вот на бумаге, да потому что я тогда могу читать в том темпе с теми акцентами, которые я чувствую правильно, это неправильно, но это мое восприятие когда я их слышу, вот так сказать воспринимаю на слух наверняка что-то ускользает поэтому вот так однозначно ответить на вопрос о чем стихотворение оно не настолько просто это точно не про, так сказать встречи и расставания оно не точно, так сказать, про мир и войну и не просто про Будду оно рождает эмоцию а назначение искусства рождает эмоцию да, впечатление да? да, впечатление да, впечатление пишущего человека я согласна, что мысль да, я понимаю у меня первое и второе стихотворение написано абсолютно одним размером и уровнем вот абсолютно одно является логическим продолжением другого и если бы она не сказала после первого все, а продолжила дальше это бы все было такой длинной, тонкой трубой хорошо, спасибо, мы поняли Андрей, у тебя есть какое-то впечатление? есть, но без микрофона сложно иди сюда, откажи микрофон быстрее, ну что вы так медленно выходите, как эти самые, блин как будто в штаны наложили когда я слышу слово Будда мне кажется, что это выпендреж потому что в наших широтах Будда неуместен Будда уместен там, где жарко можно сидеть под пальмой и думать об этом Будде но, с другой стороны, этот вопрос, который дама задавала это вопрос о критериях оценки дело в том, что как мы можем определить, что это поэзия а не просто какой-то набор словосочетаний поэтому, когда Лариса, уважаемая Лариса Луста говорит, что ее, если ее попросят сказать о чем это стихотворение она никогда не скажет это не совсем правильно о чем стихотворение можно даже сказать о каком-то темном, сугестивном тексте все-таки понятно, какое оно производит впечатление так, посмотрю на девушку о, посмотрел на девушку вблизи по-моему, про Будду мне понравилось стой, стой, стой да, 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 да вы скажите то, что вы сейчас сказали про Будду толпам буддистов или псевдо-буддистов, которые ходят по Петербургу сегодня да, я и топом болельщиков «Зенита» не скажу, что, скажем, их команда мне не нравится я никому ничего не буду говорить но, по-моему, этот Будду в поэзии звучит крайне выспренне особенно в русской поэзии вероятно, но, как и все остальные слова и все остальные персонажи в этой поэзии это образ раз у нас возник такой спор серьезный и горячий прочитайте нет, у горячего никакого спора а можно девушка прочитать еще раз строки 4 и мы на них летим прочитаете? лето начинается какое-то первое или последнее? пожалуйста, давайте давайте последнее два слова дайте что-то я только два слова скажу просто я подошел позже, чем было, видимо, услышали стихотворение меня зовут Алексей можно, да? я просто удивляюсь я так понимаю, что здесь собрались любители поэзии значит, знатоки слова и даже просто мужчина утверждает что Будда это для каких-то широт неопределенных но Будда, знаете, это означает пробужденный и даже не нуждается в переводе на русский язык и так это и звучит однокоренное слово с будильником и так далее и поэтому я просто хотел сказать обвиняю мужчина мне кажется невежественным в моих глазах и поэтому я как бы в поддержку девушки хотел сказать я просто не слышал стихотворения не думал, что ее нужно ругать за плохое стихотворение да, вы сами пишете стихи, короче? нет, я не пишу а что же вы говорите, что весь зал все стихи пишут? нас двое! нет, я так полагаю, что здесь любители слова подождите, поднимите руки в зале, кто стихи не пишет ну да, не очень ну третий, третий зала да, хорошо слушайте, да, в Петербурге, по-моему, каждый второй пишет стихи хорошо, спасибо, ваши мне не поняли я тоже хочу добавить подожди, Андрей не очень понятно почему я тебе объясню поэт может писать о чем угодно подожди, а будильник пишется одну секунду, успокойся об Аде, о Рае, об Алахе какая разница? как пишет слово будильник? что? будильник пишется? будильник ну это уже поэтическая идет как бы трактовка вот этого человека ну мы хотели четыре строки послушать ребята, дайте сказать на самом деле эти стихи гениальны потому что они вызвали столько эмоций а по-моему, именно эмоций должна рождать поэзия разве не так? поэтому вот этот поэт, который рассказал про Буду не важно про что он рассказал, но он поднял всех нас и мы начали думать и говорить, и мы вместе правильно? это пословик затейник Святослав Король спасибо Татьяна, можете что-то ответить? хотите что-то сказать? всем спасибо все Татьяна, скруй спасибо да скруй, это понятие приучастная форма когда первая часть, вторая часть и третья часть она повторяет первым только в развернутом виде вот я вам сказала о том, что назначение искусства любого не только поэзии рождать эмоцию вышел молодой поэт, я подытожил мои слова повторив просто только более красиво обреченную фразу о том, что действительно стихотворение вызвало спор и эмоцию а значит оно нас чем-то зацепило и это хорошо, что кому-то нравится, кому-то не нравится а кто-то чего-то не понял но оно вызвало еще спор, потому что я как бы это все если бы я просто объявил, Татьяна скруется она бы ушла и все остались бы внутри со своими впечатлениями но мы пытаемся вытащить как бы это все наружу спасибо, Лариса Евгений Зудов, вы готовы? да давайте, ну выходите уже и Анастасия Кирс... а, Сергей Веникович, у тебя куха много давай, Женя, ладно, давай, ты сначала Евгений Зудов у тебя будет такая тихая, но очень красивая лирика, на мой взгляд Евгений Зудов Женя, будь только активным, пожалуйста внутри там вот, внутри спасибо действительно будет лирика, собственно, как всегда луч заката упал до горая обессилев на старый балкон ты послушай меня, дорогая видел я удивительный сон старый берег от волн полупьяный а в волнах утопает заря и листва пеленово-багряный затаилась в ветвях октября бирюзовый такой небосклон ты не найдешь на мятежной земле перламутром горят горизонты и поля ожидают во мле их туманы печально обняли словно нежная мать в тишине так кого же они ждут, не меняли? и грустят, может быть, обо мне ветер странник унылый колышет ветви дуба и сон корабля здесь погибшего рани и дышит от шумевшей сиренью земля так и я я целый с улыбкой отправляюсь жемчужной тропой в мир, где голос прилива, как скрипка где струится закат огневой не грусти же, не плачь, дорогая этот вечер прощальный поклон час наступит, и ты, догорая ты придешь в мой октябрьский сон спасибо а подождите, а у нас такой проект Евгению Зудову читать еще один стих да или нет? да стихотворение посвящается моему другу Саше Лондону и его музе инициалу которой А.Б. Эпиграф уехав возвратись, как прежде уходивши возвращалась Саша Лондон вновь закат раскрылся, словно рано словно дождь из листьев в сентябре мы порой уходим слишком рано растворясь в осеннем серебре говоря, друг друга не забудем так звездой прощается звезда но тоски жемчужной долгой людям не понять, наверное, никогда хоть не ясен голос этих звезд но шепчут нам они от века пусть мы порой уходим слишком поздно оттого ты знаешь нашу грусть оттого исполненные печали отправляешь пасмурную увысь до слова, поющие задалью что гласят уехав, возвратись спасибо ну, занудничать будем, не будем будем обсуждать, Евгения надо, да, всех обсуждать пожелаем ему, чтобы он работал над текстом чтобы работал над текстом, сказал Андрей Чиринов а чего не понравился тебе текст? так почему, если у человека такая натура почему, вы какие-то тоже сумасшедшие психи вернее, знаете, как это, снобы и ханжи если человек пишет, допустим, похоже пусть, к примеру, на Лермонтова да, ну или на Пушкин, даже, даже тихо, я знаю, да ну там энергетика другая но, если пишет человек так и пишет гениально, здорово какая разница, если это нет, пошли вы со своим временем вы сейчас в этом времени того же Лермонтова читаете, взахлёб миша, так Лермонтов, если бы жил сейчас он писал о том, что здесь есть, ну своим, как сказать, своей манерой стилем и так далее нет, ну сейчас он написал о том, что там с другой момент он очень неплохо научился подражать значит кому он подражает конкретно? Юсейнер кому? с ума сошли? подождите ну хорошо вы сказали своё мнение Лариса, у вас есть мнение? отцов будет свой выработается и выработается спасибо понятно, да понятно Юсейнер ничего себе здравствуй, Серёжа Лариса хорошая классическая школа хорошая классическая школа спасибо мы поняли ваше мнение мы поняли, спасибо Лариса, скажите что тихо хорошо, говорите ну путь на сцену, говорит Валер что? путь на сцену да мы это уже в третий раз слышим а я здесь для того, чтобы пора да да дайте Ларису сказать тихо тихо а может крикунья пусть выступит тишина опять же я хочу сказать что есть подражание нет подражания замечательно но перед нами стоит молодой человек который я уверена находится только в самом начале своего творческого пути и очень многих в том числе и писателей и художников и музыкантов когда они начинали первые шаги в творчестве их обвиняли в подражании тому или другому вот у меня есть такой очень любимый мною композитор который вышел в историю музыки как основоположник стиля он открыл целый новый музыкальный стиль так вот когда он учился в парижской консерватории и писал серьезную музыку его обвиняли в подражании Стравинскому Рогманинову у которого учился и так далее а потом открыл свой стиль поэтому я уверена что человек романтик если ему близка вот такое красивое слово а не эпатаж и он идет по канонам классического по поэзии такое классическое академическое я не вижу в этом ничего плохого вы знаете в музыке написать мелодию красиво гораздо сложнее чем взять все современные технологии и забуду какой-нибудь веселый ритм и наветить еще интершумов всяким это будет очень забавно очень современно но написать красивую мелодию гораздо сложнее поэтому пишите мелодии никого не слушайте а свой стиль обязательно у вас появится спасибо да по поводу стиля подражания спасибо всем за мнение просто я хотел сказать чуть-чуть что когда я начинал писать я твердо принял решение что моя поэзия не будет никаким протестом никаким заявлением я просто пишу то что нравится но со временем когда я стал посещать поэтические встречи я понял что моя поэзия трансформируется в некий протест протест против не смысле кого-то из здесь сидящих а протест против многих явлений именно современной поэзии как бы современных языков которые мне лично не нравятся я спасибо это был евгений спасибо я считаю что вообще каждое стихотворение каждое стихотворение нужно делать так поэту сочинять и так далее чтобы удивлять самого себя зал своих соседей и так далее чтобы удивлять чтобы не просто дайте я сейчас если я прочитаю 4 стиха то вы поймете какой я пою а если я прочитаю один то нифига вы не поймете нет вот ты один сделай так вот здесь на этой сцене чтобы даже один стих и все поняли что ты там гений или наоборот вот собственно Сергей Геннегберг сейчас это и продемонстрирует пожалуйста это наша старая гвардия театра поэтов послушайте что на камеру слышно тише там ведите себя здравствуйте да меня и правда попросили прочитать один стих вот я долго думал чтобы такое исполнить привет фонтанка в моей судьбе как партизан я крадусь к тебе спускаюсь к морю хотя уплыть в твою ледяную тугую нить я пропали ночи исчезли дни сейчас я как проход между двух мостов которых не разведет никто скоро под грохот веселый звон я отшвартуюсь над ней речном пропали ночи исчезли дни заткнулись песни ушли стихи про скалы про волны и пошлый бриз и я по фарватеру лезу вниз я как император в бредовом сне в котором тень на рябой стене зовет кивает манит с собой куда-то в сторону маховой я как атлант на своих плечах держащий камень но сгоряча решивший что держит небо и никак не могу еще идти с земли я как попугай в тебе петербург который бьется в сухом снегу я видимо слишком хочу на юг чтобы суметь воспевать пургу перечисления можно длить целую вечность но в этом смысла нет и поэтому я плыву в цветном от бензина твою валу вот глупая шутка дурной копыль от такого бы не сочинил поэт и теперь я на кухне себе сижу совершенно не зная чего я жду спасибо Сергей Ганегберг подождите ну два слова Сергей Ганегберг гениальный поэт поднимающий нет кошмар отлично 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 подождите мне мне почему-то очень кажется что вы школьные учительницы не ошибаюсь нет я считаю даже от моих стихов просто нет злейшего врага вообще литературы и культуры чем интеллигенция вообще и школьные участия в частности а также критика Андрей да конечно нет злейших врагов но дело в том что дама в чем-то права это даже не это независимо вот от меня просто дело в том что Серега действительно по-моему иногда хорошо пишет но иногда он перебарщивает по поводу гениальный стих из лишних парадоксов я как я как пароход между двух мостов которых не разведет никто замечательно классно в этом есть какой-то парадокс но дело в том что тут непонятно с критериями его можно оценить как поэтический парадокс а можно как нелепость я без микрофона могу Андрей спасибо мнение понятно Серега ну ты чертый калач ты любое мнение переживешь Андрей мне напомнил мечту неформалов Петербурга встать с табличкой ну там где-то в первом часу ночи в белые ночи развожу мостынца на сто рублей хорошо подожди секунду Ларису Мусту вы слышали есть ли я буду говорить тогда когда я хорочен хорошо не буду не буду Ларис тогда вы когда будете говорить вот так поднимали руки я тогда буду обращать внимание хорошо без проблем Сергей Гринберг для меня гениальный проект спасибо Сергей Гринберг мне собственное мнение а вы свое ну все что вечер завершен никто больше выступает не а Майя Волинова давай Аллу Зиневич давайте можно Аллу потом Анастасия Кирсанова а потом Майя Волинова у нас сейчас женский марафон пошел сейчас Алла Зиневич пожалуйста я прочту не то что планировала потому что я захотела познакомить Ларису со своими любимыми стихотворениями без себя это правильно вот Алла она понимает ситуацию другим бы так ну я люблю ориентироваться на месте просто правильно правильно так тут первый текст я сейчас попробую без микрофона потому что там требуется особая поза вот это не Камасудра это про настоящую любовь вот был я мужчина и был я женщин андрогина Жанну и Тереси византийским ангелом с киевских фресок в галерее философского факультета сам я алхимик и сам я тиге храм и каменщик и руками воплощаемый жест возносящий камень я райский сад за восемью замками и все во мне но ты единый ключ и я утрачивал и обретал время и бытие переходил границы на элизаце лотарингии говорил языками человеческими и ангельскими но пока я тебя не любил магом не был я не была той кого вы считаете мной я не была собой позвоночник ты мой посох черным пламенем бьются косы бесконечность над головой так следующий текст тихий спокойный длинный вот ветки в воде вот у вас в ветке будет вода вот фотографию замечательного молодого человека фотографа фотоработу у него он не называется никак так у меня называется к своим корням на продажу будет есть только жизнь любовь моя вернется сквозь дантов лес сквозь сумрачные ветви из мертвых вод ведь так восходит солнце сквозь пальцы крон сквозь темной плоти сети к источнику бессмертия рвется сердце и свет собой переполняет воду по воле бога жизнь рождают воды и нет ни в землю кровь твоя вернется в годичных кольцах будет биться сердце дыханием легким свет наполнит ветви плоти помыть в небо пальцев сети плоти твоя преобразится в солнце любовь кому следам видит солнце а кровь ими окрашивают воду когда в углу забрасывают сети неведом что в них и в свет вернется деревьев темных сумрачные ветви и замирает мироздание сердце любовь одна зазнает тело и сердце как для земли в глубоком небе солнце в ночи распутные спутанные ветви на дно души ушедшие под водой как первая любовь она вернется и птица разорвет витые сети попадут на руку мы все сквозь святотель устало рвется сердце на кровь сумер сумерке звон сусальный хрусталем инея универсальный плачет плачет мальчик маленький жмет косада почва прячется под сугробами бурги мечутся за дорогами звонком кречетом заистерилась вся природа ли мальчик маленький держит девочку теплых шут на ней много-много ли греет милую да дыханец им она мертвая ему нравится заходяем а а а а твоя двойник к тебе вернется взойдет и звук активный пожалуйста нормально все нормально я х и зл и обрет его сиянье воды и возродятся В отражении ветви, как пиво, очарованные ветви, Полощи, ты небрежно бросил сети, Мой тихий омут, темственные воды, Не зная, что со дна достанет в сердце, Ведьму мою преображает солнце. Любовным словом свет к тебе вернется, Сквозь ветви сон, сквозь смутных страхов сети, Взойдет любовь, сквозь воды в солнце, в сердце, К своим корням бессмертный свет вернется. Спасибо! Алла Зенеевич! Что? Алла, что еще? Ничего, просто обычно всех задерживаете. Что делаю? А, задерживаю? Пожалуйста. Давайте, Алла Зенеевич, что скажете? Пожалуйста, Женя, говори. Ну, может, там, сказал бы два слова оттуда. Я не хочу два слова. Ну, давай, просторно-то. Вперед. Я хотел отдельно сказать, Что выступление Аллы всегда интересно, Всегда здорово, стихи замечательные. Женя, для этого не надо сюда выходить. Это и так понятно. Окей, просто хотел низкий поклон, Потому что действительно, я считал, Что на данный момент одна, Один из лучших поэтов Петербурга. Спасибо, такое мнение. Я тоже так считаю. Лариса, у вас есть мнение? Мне очень понравилось. Очень понравилось. Андрей Чиликов, что скажет? Чиликов! Чиликов разговаривает там. Да, да, я слушал. Тебе как, Зиневич, вообще? Не Зиневич. Я знаю, что он тебя впечатляет. Впечатляет. Не Зиневич впечатляет. А мне сегодня показалось, Что как-то не очень энергично. Я помню. Вообще, надо решить вопрос, Как это может радиомикрофон сделать? Да не важно. Тут хоть 10 микрофонов на цепи, Когда человек выступает, В нем есть энергетика, Вот она берется вот это, понимаете? Сегодня как это, Провалилась как-то. У нее алиппезит, Она не может микрофон вязать. А микрофон было бы... Ну еще, когда меня на обществе обкурят, Это плохо воспринимаю. Я про выступление. Да, Миша, пожалуйста. Павла, я хочу сказать, Что ты все сказал. Она мертвая. Вот ее поэзия была какая-то мертвая. Это замечательная поэзия была. Я не знаю, Но какая-то мертвая. Ну потому что человек понимает современные поэзии Сучьи малы, Когда она читает, Всегда видно, Что нельзя повторить и кругозон, И интеллект. Вот это у нее есть. На Ларисе камеру, я тебя прошу. Он снова шли. И антистит у меня есть. Интеллект-то есть. А поэзия там какая-то. Там молчит. А что молчит? Она любви. Ну хорошо, вот понимаете? Смотрите, На выступлениях Простите, пожалуйста. Тихо. На выступлениях Сидит тысяча человек. Лариса Луста выступает. Тысяча человек в зале. Кстати, в театре эстрады у тебя будет, да? В марте, да? Вот. Сольное выступление. Значит, смотрите. Тысяча человек сидит. 999 Понравилось, как Лариса поет в душу. Проникло все. Одному Не понравилось. Но этот один Он везде понапишет, Комментариев понаставит, А другие будут это читать и подумать. Вот так и было. А давай про Зиневич. Что? Про что? Про Зиневич? Давай. Кто за Зиневич Алу? Поднимите руки. Кто против Алы? Поднимите руки. Даже против есть. Ну, понятно, о чем речь. Не будем занудничать. Я понял. Вы поняли. Все понятно, о чем речь. Мы немножко утрируем. Это все специально. Ларис, у вас есть какое-то мнение? А, мы договорились, что вы руки будете поднимать. Могу сказать, что мне очень понравилось, очень ярко, очень ярко энергетика есть, эмоция есть. Хорошо. Алла, вы понравились. Да. Вот. Кстати, Алла, у нас трех лауреат, премии «Послушайте» в 2010 году. Вот. Спасибо, Алла. Это была Алла Зиневич. Отлично. Ну, ты считаешь, что ты считаешь, что ты считаешь, что по политику, которая сдохнет вместе с нами, а про любовь, которая вечная. Еще я хотела сказать, что за этими, вот, я чувствую в этом человеке личность, а это очень важно, понимаете? Потому что главное, чтобы человеку было что сказать. Мне всегда интересна личность. Вот мне интересен, что сам человек, вот тот, который мне хочет донести свою эмоцию или свою мысль, или мне этот человек неинтересен. Там он очень интересен. Так, случилось, что 10 лет убьет на того же человека. Алла, давайте еще один стих на прощание. Будьте только наполнены, идите на сцену и возьмите микрофон уже. Сейчас я отдам. Я еще у вас наблюдаю. Нормальный микрофон. Не уходите. Ну, потому что я... Такой замечательный партнер, в хорошем, а не эротическом смысле этого слова, в деловом. Вот. Русский язык прекрасен, мне много разнообразных слов. Это были не стихи. Вот. Назови меня Джойсом. Гомером. Что-то, извините. Меня сбили. Значит так. В общем, Джой... Кстати, поэты, запомните, если один стоит, другой лучше сидит, тогда лучше смотрится. В общем, Джой — это радость по-английски. Есть такой Джойс. У него не там был день рождения, да, по-моему, юбилей. Вот. И вот как раз вот будет Джойс. А воскреслая мечтательная. Назови меня Джойсом, нечаянной радостью назови, Оттого, что все радость и в творчестве, и в любви, Оттого, что единых двойной исток, Как латинского имени вальс поток, Пенелопа сознания монолог, Красная девица, Синий чулок, И свитер лиловый, И юбка до края ног. Назови меня Джойсом, Читай мне не жду строк, Ветей ватых волос, Ловчим зрением рук. Назови меня Джойсом, Гомером меня назови, Оттого, что все вечность, И в творчестве, и в любви. Все. Спасибо. Это была Анна Зиневич. Спасибо. Все сказано. Марафон женский у нас продолжается. Анастасия Кирсанова, пожалуйста. На самом деле не так много осталось выступающих, Но дослушаем всех, да? Анастасия Кирсанова. У Насти перформанс с музыкальным оформлением. Кто музыку сочинил? Музыку сочинил Сид Ален. У нас все авторское, все авторское. Всем добрый вечер. Еще раз меня зовут Анастасия Кирсанова. Рада вас с вами поделиться, Представить вам переосмысление Своего перформанса годичной давности Под названием «Когда уходит любовь». Прошу, пожалуйста, включите музыку. Дом разом упустил. Разорвана картина. И виден месяц чаще. Так, гордая луна в тени небесных тел Скрывает половину, Как будто о настоящем она ей не нужна. Разорваны клочки, Жестоко выступление, Предметом твердым, острым, Дом кажется снесен. Подземные толчки твоей души В мгновение ответом рут вопросы. Неужто это все? Я вижу на его твой гнев, Сметенье, муки. Как бесам ты отдался, Как властвовала боль. Наш символ, Атрибут надежд, Тыкнул в разлуки. Спастись через катарсис, Ты выбрал эту роль. Но разве в том беда, Вина домов и закварели, Что мы сложили крылья, Что больно нам летать, Косых дождей стена. Мы вновь не повзрослели И что-то не простили, Забыв мудрее стать. Но разве в том вина Мечтаний изначальных, О живших фотоснимках, Картинах и стихах, Что вместо губ в спинах, Что взгляды все печальны, В упреках поединках, Что счастье в попыхах. И словно конфетти Листочки акварели, Насильно не едины, Растеряно лежат. Ты так же смог уйти С апреля от апреля, Ноябрьский плащ, Накинув прочь от любви спеша. Проходит время, Я тебя люблю, Любовь не покидает мою душу, Я так же мало ем И мало сплю, Два раза в день Недолго стою в душе, Я так же грежу счастьем В мире грез, Кражу огнем И ощущаю ветер, Как явь, Держу в руке букет Прощальных роз И упростой Среди головы. Оборви эти цепи Усилием воли, Мои брови нелепы, Корча сутки от боли, Несуразны мы оба В одиночество чашем. От сугроба к сугробу Я кричу, Где ты, Саша? От метели до вьюги Ты найдешь среди женщин, А друг друга, Друг друга, Друг друга, Кто-то любит, Чуть меньше. Запомни Общие мгновения, Запомни Чай И вечера, Жить честно Просто откровения, Идущих завтра И вчера. Запомни Звезды И кометы Теплоузорчатого Пледа, Мечтать И раскрывать Секреты За нежность Барка Смолосвета, Лети За светом Наслаждений Иллюзий, Лишь У всех истин, Жить честно Просто откровения, Существовать Всего лишь Выстрел. Анастасия Кирсанова! Анастасия Кирсанова! Четко Я первый, Смотрите, Я какой-то дурачок, Потому что у нас Театр поэтов Такая развлекушка И шоу у нас Такое Разноплановое Значит, Я скажу Четко Не затянуто И в точку Но есть другие Наверное мнения Есть? А? Нету Кому понравилось Наступление Анастасии? Вот Ага А кому не понравилось? А кому? А кто Родушин остался? Анастасия Скромная Малфина А с моим проблемой Совсем речью Ее не слышно Непонятно Ну, это поправим Понятно Немножко чаще Это не самая большая Главная Слава И поэтому Непонятно Скажете Чем? У нас Можно говорить Критику Вот Для того и позвали Я боюсь Что мне Немножечко Мешала Манипуляция С шапами Шляпами И прочее Любое действие Искусственно Выглядело То есть Мне не мешало Музыка Музыкальное сопровождение Я бы Согласила В полном звучании Но мне хотелось Просто слушать А вот это Вот все Меня немножко Отвлекало Ну, было наивно То есть Раз-раз А потом Попиолетский стиль Читают Даже не то Что там раз-раз Потом стало Я не мешала Зачем То есть Если происходит Какое-то действие Появляются предметы Значит Мне что-то Хотят этим сказать На что-то Я не поняла Зачем Кроме того Что Я как этот Ну Стас На будущее Думать зачем Если еще Вот Ну Спасибо большое За такие комментарии Потому что На самом деле Это переработка Достаточно свежая До этого Это совершенно По-другому выглядело И просто Несколько волновалась Поэтому Не донесла Наверное Видимо Информацию Это как Ребятица Да Пожалуйста Прекрасный Нежный Голос Очень Сексуальный Очень Красивая Девушка Задний Мостик Упала Вот так На мостик Сострелившись Я так По-моему Это оправдание Вообще Я согласен Что Некая Искусственность Была Я подумал Неужели Андрею Чиликову Наконец-то Подравились Хотя бы Чьи-то Стихи Я Я Сколько Неслушал Все Время Пресекут Он Сказал А что Поговорить Я Удивился Вообще Поэзия Нежный Голос Любой Поэт Мне понравились Сами Стихи Например Что Любой Даже Маяковский Женственен Поэзия Женственна Она должна Женственна Поэзию Удались Звер Без Звер Звер Бар Бества Не Болись Скорби Верь Ты Пространство Глаз Фу Станешь Другим Ты Это Женственная Это Чтобы Женщину Звонить Наоборот Нет Я Реально Чтобы Звонить Да Миша Пожалуйста Я хочу Сказать Я Стас Она Ко мне Тоже Хватит Я хочу Сказать Что Она Очень Много Работает И Она Растет На Глазах Нет Я Реально Скажу Мне Очень Погралось Спасибо Всему На Мнение Просто Как Первый Раз А Мы В череде Реально Вот То Что Я Сказал Вначале Для Меня Так А Дальше Будет Дальше Спасибо Анастасия Кирсанова Давайте Мужчину Май Да Сейчас Мужчину Пустим Все Таки Расправим Марафон Женский Евгений Цоков Пожалуйста Женя Будете Медленным Скучным Ненаполненным Я Вас Если Кому То Неинтересно Другим Дайте Послушать Рты Закройте Не буду Лукавить Скажу Вам Честно В сердцах Меня Вы Хоть Матом Кройте В сердца Я К вам Заглянул С любовью И кто-то Почувствует Даже Это Люблю Вас Люди Желаю Здоровья Я Душу Вкладываю В свои Куплеты Ты Устал Всего Все Еще Впереди Не Спеши Уставать Уставать Погоди Ты Открой Шире Рот Воздух Грудью Вдохни Не Спеши Уставать Уставать Погоди Помолчи Послушай Кругом Птицы Поют Радость В ваших Ушах Счастье В доме Уют Посмотри За окно Шире Очи Открой Видишь Нет Суеты В жизни Только Покой Теперь Рот На замок В уши Пальцы Заткни Закрывай Жи Глаза Чувствуй Силу Внутри Может Ты Не Доспал Может Ты Не Доел Может Быть Ты Жизни Другого Хотел Сколько Будет Еще В жизни Сумрачных Дней Вам Не Скажет Никто На Усталость Веру В грудь Посели Не Надейся Не Жди Сам За счастьем Своим В путь Дорогу Иди Коль Устанешь В пути Покури Отдохни Не Спеши Уставать Все Еще Впереди Зачем Вести Крестовые Походы Отстаивая Истину Про Бога Сгоряча Топтать Чужие Взроченные Всходы Юнца Карая Розгами С плеча Зачем Сжигали Заживо Ученых Держа Священное Писание В руке Всем Вечно Врали Лживые Законы Держась За истину Сидя На Сундуке Крича Аллах Акбар Взрывали Самолеты В колонии Порабощали Племена Молились Сделая Подсчеты Куда Важнее Для них Казна Молились Все Но Многие Забыли Что В истине Заложена Любовь Топчая Ее В дорожной Пыли Мы забываем Смотрят взглядом Словно ядом Друг в друге Видя дураков А может Хватит этих мнений Пусть будет каждый Так как есть Лишь Слушай сердце Без сомнений И дай совет Не оскверняя Честь Спасибо Евгений Цокол А что Понравилось что ли Банальный Стих Последний Вы понимаете Это такое Тело писать Чтобы Когда осуждать Это надо Настолько искусственно Чтобы пробить Когда вот Такие темы Затрагивают Просто смысловое Перечисление Каких то На эту тему Подожди У нас такой проект Ты сам Я в курсе Есть мнение Вот ты сказал Что каждый второй Пишет в Питере Стихи Вот это где то В этом ракурсе Первый стих Хороший Если назидательность Присутствует А ты вообще Назидательный автор Ты то вообще Понимаю Назидательность Должна быть оправданная Иногда она неоправданная Ну то есть Тебе показалось Что он слабый Хорошо Дальше Есть мнение Говорите Искренне Но не поэзия Искренне Но не поэзия Андрей Скажешь что-нибудь Обратите В новую Редакторную Компанию Вась возьмут Судопольствие Я написал Спасибо Подождите Подождите Андрей Скажешь что-нибудь Ну я бы хотел Посоветовать Ему как-то Переломать Что-то в себе Что-то пропустить Через какую-то Писовут Потому что Конечно Это банально И не всегда Да Да Ловись У вас Я скажу Когда заходи А Когда заходи Хорошо Вы знаете Я не случайно Попросил побольше мнений Женя Помнишь Ты читал В третьем отделении Ты читал В первом В прошлый раз Можешь сейчас Это прочесть Прочитай Тогда плохо Зоди Списался Да Да Пожалуйста Евгений Цоков Крещенский снег Сегодня Я прощу За все Себя И всех И мне помощник Будет в том Крещенский снег Хрустят его Снежинки Холодом В ладонь Проснется Совесть И в душе Огонь Очищу Полки От ментального Хламья Обид И прочего Душевного Старья Заполни в эту пустоту Свою любовь Обиды колют Мне не глаз А только бровь Поставлю точку Я войне Что против всех И мне помощник Будет в том Крещенский снег Вот это мне нравится Спасибо Евгений Цоков Здесь искусство Больше чем В том Который ты обречал До этого Лично для меня Вот там Если вы Вам не интересно Там разговаривать Вам не интересно То что здесь происходит На третьем этаже Тоже есть Кафе Бар Можете идти туда И там сидеть И тусоваться Болтать Какая разница Пожалуйста Майя Вольнова Выходите И Сергей Алексеев Приготовьтесь Хорошо Здравствуйте Ритмы Майя Вольнова Прячется там Материнский поток Переферичное тело Как стены Ангары Дух Беспремен За горло Зажало Сберись По ковру Слазись Вверх Космос Что такое Материнский поток Что такое Материнский поток Материнский поток Это тот поток Который нас Всех породил Вселенная Вселенная Потом Млечный путь Что Говорит Что Образы Хорошо Кому не понравилось Майя Быстрее Поднимите Майя Да Майя понравилась Ну я имел ввиду Стихи Ну уж понятно Тибул А что Именно Не понравилось Паша Вы знаете Ясно Паша Все ясно Дорогие друзья Вот на самом деле Вот в театр поэтов Послушайте И вот сюда приходить Допустим Просто слушать поэтов И искать Где поэт Почти бессмысленно На самом деле Человек Своим выступлением Со своими Это же слова К сценарию Своего выступления Да В каком смысле И человек Какую-то энергию Что-то дает Другое дело Что если перебарщивает Некая банальность Тогда да А если вот Это как-то органично То можно и забыть о том Что текст Допустим Где-то слабо А песни Если человек Будет читать Песни Слова песни Это тоже Будет выглядеть Поэтически слабо Правильно Ларис Поэтически слабо Может выглядеть Если просто Прочитать слова песни Но когда ее поешь Это интересно Вот здесь вот Майя считай Пела Вот сейчас Когда она это все делала У тебя еще есть что-то Заготовленное Еще что-нибудь Вот Ларису Луста просит Могу вам Ларису Специально Прочитать Женю Василия Секретарение Посвященное Мерцающим Мерцающим Дымам Микрофон 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 Ну ты не держи За черное За черное За черное Спасибо Липа могу Первый Секретарение Микрофон Микрофон Лестница в небо Оборвалась Крюченым Железным Ментом Она не Одержалась Ломая ржавые Слезы Смахну бумажным Крылом Они собрались Посмотреть Соценить Богохульно Вздыхая Бумажная Птичка Порвалась Она Растеклась На потом Погладь По бумажным Мозгам Топором Рисую на ширафе Пятно А доцелую Дниющую рану Выдыхаясь По горлу В своей правоте Изрыгая На фоне Шижовую Флаг Изрыгая На фоне Российского Флота И с конца Декабря Спроси меня Кто ты Где сейчас Моя декабрь Семь шагов До оголенной Свободы Не дойти Запутаться В проводах И унижаться У всех На глазах Нет Лучше Идти на руках Даже если Их нет Но не стоять На коленях Как все Мы в обед А наше Деревце Засохло Яблочек Больше не будет Егидная Блесень Жует Она как и вы Убивает Существует Гниет Найду Свой декабрь Найду Гололед И может Подвале В троне Сольет А детская Кукла Лежала В луже Молодому Назирателю Стала Ненужной Острые Зубы Площа Резины Доволен Пес Теперь у куклы Нет Глаз для Слез Да что там Глаза Лица Даже нет Она мечтала О рожках Чтобы как раньше По дорожках Без стыда И стыда Не выйдешь Искры ловить Не поймать На этом листе Целое пламя Прочитать его здесь Оценить Не понять Семь шагов До декабря Вспыхнул огонек Скорела птичка Такая вот Бумажная судьба И не забудь Спросить в начале декабря Спросить меня Кто я Где себе Красивое Маленькое Красивое Стихотворение Спасибо Майя Волинова Не будем обсуждать Но вот этот Стих Он исполнен Очень ярко Я ничего не могу сказать По-моему Майя просто очаровательна Майя очаровательна Да Не знаю Мне кажется Что действительно Удивительно Светлый И какой-то Свет и чистота От человека От его слова Тоже Свет и чистота От Майя Да Мы согласны Вне зависимости от того Какого Понятно Что там образы разные Мысли разные Протесты Все это есть Но во всем этом Духа чувствуется Да Это мне кажется То, что в наши дни Кстати Очень смешно Какая-то оригинальность Есть своя Может где-то Тоже Ну ладно Если кто-то Против чего-то Выходите сюда И говорите Я не буду Теперь провоцировать Специально Вы знаете У нас Во втором отделении Будет группа Птичкин лес Петь И вот Чего музыкант Выходите Идите сюда Из этой группы Вдруг говорит А можно я стишок Прочитаю Я надеюсь Не поэму А? Ну давайте Давайте Выходите Пожалуйста Представьтесь Костя Бесполезная песня А вы в группе На чем играете? На перкусе На перкусе Ближний микрофон Держите Пожалуйста И вот Сижу я В кабаке И кто-то Говорит мне Петь Я не могу Понять ее Она Не может Стать моей Я не могу И у глаза Как море Синя Идет Как облако Вверх Но и человек И просто Я не могу Понять ее Она прекрасна Спору нет Она так Здорово Поет Хочет Слышать Мой момент Я не могу Понять ее Я бы жизни Всякое Видал Боль Радость Множество Потерей Но знаю Это очень Мало По сравнению С тем Что она Не может Стать Моим Спасибо Костя Для того Чтобы погромче Надо тише Там быть Стараться Стараться Потише Спасибо Костя Ну вы музыкант Все нормально Душу какую-то Проявили Спасибо вам Сергей Алексеев Пожалуйста Это Старая гвардия Театр Байдов Поэтическая Этот город Придумал царь Этот царь Ненавидел Лето Здесь на 10 Нетрезвых Харь 7 художников 3 поэта А 11 Талант Рано Спившийся Музыкант На неведомые Шиши Облегчают Свои карманы Литераторы Алкаши Инсталляторы Наркоманы Словно Всех Придумал Босх Выедает Друг Другу Мозг Это Женщина Это Страна Забегаловка Тоже Это Даже Если Пошвешь Все хна И рванешься До края Света Этот ад Улетит с тобой Вместе с этой Вот головой Проще думать Что все равно Как-нибудь Ты сбежишь Отсюда Чем признать Что уже давно Отравил Этот город Всю До костей Плоти кровь Смотри Ты не в нем Это он Внутри Зря я зашел Облегчить Здесь немного Карманы Здесь Испытания Для глаз И ушных Перепонок В этом кафе Собираются Димобиланы Главный Билан Прямо в ухо Орет Из колонок Я динозавр Я свидетель Падения Рима В этом Макете Мне странно Искать свое место Словно Пришелец Погоста Я пью свое Пиво И уж давно Не врубаюсь Куда же я Влез-то Столик Напротив Компания Крашеных Барби Дима Билан Продолжает Бубнить По-английски Мир Из пластмассы Везде Разложил Свои грабли Все Что осталось Напиться Подделанным Виски Два Как зал Скажем Сердце Читай Читай один А потом Реши Как хорошо Быть Тем С кем Изменяют С кем Спят Но никогда Не обвиняют Быть Опытным Холодным Подлицом Спорочным Привлекательным Лицом Осенней Гнили Сладок Тусклый Свет Хоть Ни тепла Ни радости В нем Нет Как хорошо Быть Тайно Посвященным Попутчикам В вагоне Обреченным Знать Счет Чужих Измен А самому Не изменять Во веки Никому Поскольку Не изменишь Пустоте И счет Не тот И правила Не те Как хорошо Быть Вечно Посторонним Кого Не ждут Не помнят Не хоронят И ни побед Не знать Уже Ни бед Как будто Сердца Не было И нет А та Одна Победа И беда Уже Не повторится Никогда Подняв глаза Не просят Милость Пуста Безоблачно Безбожно Бездонная Безперспективность Как ты Роскошно Лопух Воюющий С крапивой Абсурд Промышленной Застройки Допитый Повод Быть счастливым В бачке Помойки За липким Столиком Не надо Мечтать Надеяться Стремиться Сидят Чиновник Мармеладов С курьером Пиццы Наверное Еще по сотке И дни Не будут Так жестоки Все говорят Нет правды В водке Но нет И в соке Сергей Алексеев Только Обсуждать тебя нельзя Можно автор Кстати сказать Не хочу Чтобы ее обсуждали Не будем Пожалуйста Ну Лариса Громко хлопала Да Говорилась Я вот это Мое личное мнение Я хочу сказать Что это лучшее Что я сегодня Не услышал Это настоящее Настоящее Поэзия Понятно Потому что Сергея Алексеева Знаешь Я тоже Его очень уважаю Штифист Выступил Вот сегодня Ну что ты Лего Ручит Нет Но это Живая Поэзия Живая Там жизнь Это фигню А что до этого Мертвая была Он читал Как мертвец Между прочим Может быть читал Да Но когда ты сам вышел А про мертвую Там девочку Что-то прочитал Это тоже было мертвым А здесь нет Ну хорошо Я присоединяюсь К Мишиному мнению Я его вижу Впервые И мне тоже Понравилось Именно по динамике Она очень интересна Сергей Алексеев Мне понравилось Хорошо Спасибо Хочешь что-то поругать Да Есть Кому не понравилось Что-то мне мнение О просьбе Про небо-окраин Прочитайте Еще один стих Да Да Давай Небо-окраин Что тебе рассказать Про огромное небо-окраин Про великий покой Безмятежно гниющие реки Это можно назвать Не особо удавшимся рай Все равно Дозови их хоть тюрьмой Все равно мы с тобой земляки Что тебе рассказать Про кусок зачерствевшего хлеба Про пролитую кровь Про легко позабытую честь Ты же знаешь В глазах есть кусочек Огромного неба Небо видело все И осталось таким же Как есть Что же с миссией плач Это стоит и смеха и плача Это стоит любви Стоит страха И стоит венца Грустные сказки про нас Никогда не случится иначе Мне уже все равно Не придумать другого конца Спасибо Сергей Алексеевич Немного лебедь умирающий Но все-таки стихи замечательные Серега, раньше ты активнее исполнял Что-то ты сбивался Я старею А ты репетировал дома? Нет А в театре поэтов Лучше дома перед зеркалом Как-то исполнить вообще сначала Не, ну я понимаю, что ты профит И так далее Господа, все, мы уже сейчас завершаем первое отделение Иван Буренин Вот завершает Пожалуйста Значит, у Ивана Буренинова такая социальная поэзия, насколько я понял И как у тебя называется? Ну, называется пощечина общественного вкусу Но я тоже передумал по обстоятельствам Поэтому немножко другое Служила очередь моя в обмене силы Когда я ходил стрелять такой красивый Ты верила, я буду маг А оказалось, я просто облачный дурак И ты рассталась, как долго продолжался снег Буявил ветер, какой-то хмурый человек Мне не ответил Я образумлюсь, я живой Поверьте, ветер Но все смеялось надо мной И на рассвете я вышел поля целовать И умер стоя Ведь так бывает, что понять нельзя героя Давайте договоримся, поэты Браво! Че браво? Меня за этот стих в свое время на руках вынесли с одного фестиваля Поскольку я его в промежутке стал читать Когда там на сцене замешкались Пусть Пушкинского дома Имеется ввиду, нафиг выкинули Вот Пусть Пушкинского дома не важно Давайте договоримся Выходишь сюда Не надо говорить Стих называется Начинаешь диском быть сильным, ярким, интересным Иван Буренин Это небо, как будто свинцовое Непосильное укажется ношею Хоть бы что-то случилось новое На вчерашний день непохожее То, что пахнет июльской полночью Что, как радуга, плещет красками Что взойдет над всей этой сволочью Опьянив поцелуями страстными Это небо, как будто свинцовое Непосильное прижимает к земле своей тяжестью И мечта разбивается новое А старая глупостью кажется Христос Однажды Напившись До бреда, до блева Вочилилась мне Я Спаситель Христос И что же увидел Когда пришел снова Да то же, что видел Когда я крест нес тогда На Голгофу Потом рыдая Волком взвывая Под весом небес Тропа извивалась На гору вползая Толпа издевалась И в смех уже лез Мне прошлое в руки Гвоздями впивалось Мне мертвые ноги Гостями сплело Две тысячи зим Ничего не менялось Все мои муки Горстями смело время Она над людьми издевалась Племя в историю Ушло не одно А в ворованов Две сотни осталось Две сотни Христосов Упало на дно И я Вслед за ними Проспавшись Распявшись Душу раздавшись Духом стал Нищий Поймете ли вы С крестом Наигравшись Блаженные те Кто правду Ищем И крик Прокаженного Богохульника За стенами Лепрозория Зори Кажутся ярче Кто виновен В моем позоре Разгораются Споры Жарче И там много Я напроказничал Коль проказа Я был наказан Скернословил Хулил Похабничал И крамольником Миром Мазал Разбираюсь Теперь в этом Ссории С светом С Богом В давнишней Ссории Но За стенами Лепрозория Поднимаются Новые Зори Спасибо Иван Буренев Не, ну Мне так показалось Что в зал Слушал тебя Иван Что-то тут Со стойкой Случилось Есть у кого-то Мнение Андрей Иди сюда Напоследок Почти Все устали Уже поездим Два часа Представьте Два часа почти Господа Ну Вот Как вам такая строка Мне мертвые ноги Костями Сплело Гениально Мертвые ноги Костями Сплело Неважно Две сотни Христосов Упало На дно Сделяем Вот смотрите Дело в том Что это может Показаться Гениальным Особенно Под Под коньячком Или под Марихуаночкой Но трезвому человеку Это может Показаться Нелепость Опять-таки Вопрос Критериев Ну может быть Лариса Лариса Может быть Нам скажет Курлетен Я трезвая Мне показалось Гениальным Я вообще Не пью Да Спасибо Есть Подожди Маша Куда ты ушла Иди сюда Ну хорошо В общем По-моему Тут понятно Подождите А мы не завершаем На этом нельзя Точку ставить Пожалуйста Просто Христос переводится Как спаситель У вас проблемы И с путами И с христосами Христос спаситель Ну как-нибудь Все-таки Интересуйтесь Немножко Какими вопросами У каждого поколения Есть свой христос Поэтому две сотни За две тысячи лет Андрей Поэтическом И вообще В творчестве Можно все У Булгакова Извините Тоже там На метле Женщина летает И ничего Во мне лично Допустим Пять христосов сидит Ну и что Один из них Умер уже Итак Образ Дело в том Что образ Должен быть зрим Вообще Поэзия Это такая Эссенция Высказывания Единства Образа Звука И мысли Мне мертвые ноги Мертвые ноги Костями сплело Этот образ Представим Хоть как-нибудь Вот мертвые ноги Огромные Слоновые ноги Как их сплести Андрей Не будь дураком И знаешь что Я тебе объясню Подожди В Библии Написано Описание Есть В песнях Царя Соломона О том Как он женщину Описывает Там Барашки по склону Если воспринимать Тихо Если Если Про Христос Подставилась Начинала Первое отделение Она его завершит Своим стихом Потому что В конце Конечно Ярче все Прозвучит Нас Олег Савельев Но Это Эксперимент Выходи Ну давай Быстрее Сидит Эксперимент Сейчас Не знаю Что будет Секунду Я Спрой Секунду Грезы Мне Гризится Что я Живу Циничной Верой Веруя В реальность Ступая На Павшую Листву Надежд Несбывшихся Мечтаний Мне Гризится Что я Люблю Но Нету Бога В образе Небесном Как в этом Мире Суетном И тесном Нет места Непорочному Добру И если Я умру Однажды Утром Перед рассветом В ранней тишине Я лишь Проснусь Открыв Навечно Веки Одежду Сбросив Новую Надев Стремглав Умчавшись Царство Вечной Неги Или Назад Метущуюся Мклу Что разрывает Душу В человеке Навеки Покорившись Алчущему Злу Мне Гризится Что я живу Какой же страшный сон Я вижу Боже Фантомы Призраки И виражи Кругом Стенающие Плачущие Маски Обезображенные Жизненным Кнутом Самоубийцы Жаждущие Ласки Последний Вздох Последний Тихий Стон Винков Нестройный Хоровод Вам Вечно Спать Вот Самый Страшный Сон Безумно Жаждущие Ласки Мы договаривались Что будет эксперимент А ты как бы решил Размерся Можно минус А теперь эксперимент Такого Олега Савельева Еще не видели Только громче Делай А музыку Тише Можно минус Реши Да 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 Если вы на сцене Тебя люди Полный зал Что-то говори Я Олег Савельев Родился тогда У меня двое детей Я люблю Не знаю Я Олег Савельев Сценический Пседоним Олег Деньгер Можно минус Все я читаю Нет Давай уже Пока ищет Мария Агапова Прочитает Давайте Найдите Пожалуйста В крещенство Леорусское В дни Безмолвного Крещения В снежную Пургу Я пришла Молить Прощение Голой На снегу Не обижена Нисколько я Ветер Мне слуга А в глазах Рябина Горькая Белая Снега Ветер Звал меня Любимую Баловень Лихой Покрестил Меня Рябиною Веточкой Сухой Нарядил Шелка Атласные За море Унес Подарил Мне бусы Красные Нежные До слез Сколько Бережной Любви На них Можно Нанизать Ожерелье Слез Рябиновых Огненная Прядь Берега Края Чудесные Ласковых Измен Ты прости Что слишком Тесные Заповеди Стен То Что требует Безмерности Снежные Поля И за то Что просит Верности Белая Земля Спасибо Мария Агапова Спасибо Баш Олег Нашли Сережа Нашли Минус Да не слышали Мы Да Вперед Олег Савельев Эксперимент Слушайте Смотрите Что происходит Ваш взгляд на мир К чему это приводит Стойте Чувствуйте Что происходит Любая ваша мысль Не разменяет Кналатоник Говорят Бурнобизнес Это нормально Торговля людьми Вполне реально Продажи детей Не виртуально Куда катится мир История Понятно Торгуешь Оружием И героином Берешь За это Деньги Можешь Пожертвовать Сыном А ты Торгуешь Властью И продаешь Мандаты Теперь В Европе Даже Проститутки Депутаты Деньги Это Кул Деньги Это Кул Деньги Деньги — это кул, 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 кул. Что сказать про тех, кто давал в гряду, гиппократа трансплантируют, кто органы и продает куда-то, кто мучает больных, но не в застенках надо, а в клиниках своих гребет лавэ лопатой. Слушайте, смотрите, что происходит, ваш взгляд на мир, чему это приводит. Стойте, чувствуйте, что происходит, любая ваша мысль мир изменяет на ладони. Ты делаешь выбор, принимаешь решения, какое ты примешь, подъем, падение, хочется денег быстро и много. Туда ли идешь, твоя ли дорога, по теле новостям пираты, негры и жертвы, грабежи, убийства, кидала черный риэлтор, оборотень в погонах, наркодилер, маски, журналюги парят нам, только плохие сказки, но деньги — это кул, 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 Это бизнес, война ведь это бизнес, просто бизнес, война ведь это бизнес, это бизнес, война ведь это супер бизнес Так и живем Слушайте, смотрите, что происходит, ваш взгляд на мир, к чему это приводит Стойте, чувствуйте, что происходит, любая ваша мысль мир изменяет на ладони Слушайте, смотрите, что происходит, ваш взгляд на мир, к чему это приводит Стойте, чувствуйте, что происходит, любая ваша мысль мир изменяет на ладони Что происходит, любая ваша мысль мир изменяет на ладони Спасибо, все вы, не включайте Спасибо Делайте, делайте меньше звук, все, спасибо, трек уменьшайте звук Олег, ну у нас эксперимент, спасибо Социальный рэп я вам так обозначил Ну там много, видишь, тебе нужна подтанцовка, тебе нужны какие-то черные очки, что-то, образ был какой-то сценический Нет, ну все, Лариса, дайте что, Олег, пожалуйста, спасибо, Олег Савельев А хотите обсуждать? Давайте коротко, Олег Савельев, не про рэп, а про стихи Никто ничего не хочет говорить Ну говорите Что? О, видите, поэтам понравилось, которые всех ругали А эти поэтам Да, выходи, пожалуйста Что, что? А можно я подведу общий итог вот этого вечера? Ощущение, которое он вызвал Я Виктория Гинзбург Хитросплетение судеб жизни Оскал с улыбкой Сколько еще нас будет петь о своих ошибках Новые песни сложат Вечность, завяз собою Кто-то потом осудит, дескать, сдались без боя Кто-то нам скажет Поздно Не рассчитать все точно В этом коротком миге Все, увы, так непрочно На перекрестках мира В грязной, холодной массе Все мы немного дети Каждый из нас прекрасен Песни, что пели раньше Вам не о том напомнят Но лишь по этим песням Нас наши дети вспомнят Спасибо Виктория Гинзбург Но все-таки точку Спасибо А давайте Есть у кого Кому не понравился Олег? Есть какой-то? Ну говори быстро Говори Мне не понравился ритм Помнят и вспомнят Ритм не понравился Денис, у тебя что? А про рэп или про стихи? Про что хочешь Говори Это не рэп Это не рэп А мне как раз Вот это рэп На самом деле Для меня Потому что все А можно вас спросить? Да По поводу рэп По поводу рэпа? Да Ну конечно Это не рэп Ага Но это стихи Положенные Скажем так На ритмическую основу Ну вот Социально Ну не рэп Ну хорошо Вот такой Я думаю Такая задача И не стояла Да То есть Я думаю Что В первую очередь Я хотел писать не как рэпер А как автор Тихо там Но Олег Все-таки Я считаю Вот он номер свой Вот он Представляете Неделю готовился Да? Олег Не доработал Ты номер Зачем на сцену Вот можно было Под музыку Девушку какую-нибудь Позвать Я не знаю что Девушкой нет Хорошо Но что-то Можно было Когда вот эти Деньги Это было Потом долго Что-то Можно было Сделать Хоть что-нибудь А не просто Ну я Это мое мнение Мне понравилось Немножко затянуто было Я потом и вышел Что уже все Уже там Внимание потеряно Спасибо Это был Олег Савельев Вот Андрей Ты что-то хотел сказать Так смотришь Нет Нет Дело в том Что я же даду Деньги Это Хорошо Господа И все-таки Точку поставит В сегодняшнем вечере Уважаемая Лариса Густер Так А как Вот Точку ставьте Выходите И Ставьте Точку Я думаю Что точку Ставить Рано Потому что Я так понимаю Что впереди Еще второе отделение Я необыкновенно Благодарна вам За то Что вы пригласили Меня сегодня сюда Я получила удовольствие В общем-то За этим я и пришла Я очень люблю Ух ты Спасибо большое Ну вот видите Точно не зря пришла Я очень люблю Творческих людей И очень люблю Когда В человеке горит Вот этот вот Огонь Огонь Творчества Не Успокоенности Неравнодушия И дай Бог Чтобы никогда Он никому из вас Не погас И поэтому Наверное Да От коллег Критику И надо слушать И полезно слушать Потому что Это всегда Должно быть Таким толчком Вперед К развитию Значит есть Куда расти Есть к чему стремиться Наоборот скучно Когда все время Только хвалят Но мне было Очень интересно Мне Наверное Не было ни одного человека Которого Я бы сказала Знаете Вот этого человека Вообще никогда Ни за что И ни при каких обстоятельствах Поэтому спасибо вам большое Я Меня просили Значит Вот у меня есть Несколько таких Совершенно символических подарков Я теряюсь Кому их подарить Я пойду подумаю Мне нужно переварить весь список Потому что было очень много народу Я не всех запомнила по именам Но у меня все записаны Поэтому я вспомнила У меня есть пометочки Спасибо вам огромное Поэтому я надеюсь Что я не в последний раз встречаюсь Не в последний раз слышу И действительно Я смогу уже наблюдать Не только вот так Первые впечатления Но и уже в динамике В развитии Следить за творчеством И наверняка у меня появятся Свои уже действительно фавориты Кумиры И я буду следить за творчеством И записывать стихи себе В полаган То есть от победителей Мы объявим в самом начале второго дня Да А можно в начале второго отделения Песню обещал успеть Вы успели настроить все Ну одну, пожалуйста Зал бросим Зал! Мы свое творчество предъявили Предъявите вы свое Жестоко Нет, ну здесь же такую домашнюю атмосферу Все, спасибо Пока перерыв сейчас 15 минут Значит, объявим победителей В начале второго отделения Далее, господа Сегодня Доварищ, пожалуйста Один человек Самый сегодня жесткий критик Самый-самый Я отчасти восхищаюсь Такими людьми Потому что Андрей Я запомнила, как его зовут Его зовут Андрей Меня зовут Лариса Очень приятно познакомиться Потом сфотографируешься С Малисой Да, я просто не встречалась ранее Мне очень интересно То, что человек критик Я уже поняла Он в ЖЖ пишет Я ссылку пришлю В поэт? Да, да, он поэт У меня есть видео Я вам пришлю Ничего услышать нельзя Потому что Несколько строго Андрей, будешь сейчас Тихий читать свои? Он фотографирует Нет, нет Да он не читает Понятно Сейчас Нет, я правда Я никогда так не умела Потому что Я вообще считаю Что я не в праве Быть вот таким Жестким и Безаполиционным критиком Потому что Действительно Я считаю Что у меня нет На это права Особенно критиковать поэта Потому что Я сама не поэт А я вас просто люблю Я любитель поэта Спасибо Да Лариса Лусса Лариса Я вам пришлю Видео с Андреем Где он стихи исполняет У него на самом деле Я дома Рылся в бумажках Своих У меня чемодан большой Ройс Ройс Вдруг раз стих Думаю Блин, так здорово Человек написал Первый врач У Андрея Чивиков А я как бы Позавидовал автору Андрей Чивиков Для меня В чем-то даже гениален Хорошо Объявляю вот что Зета сегодня С топорами Не будет Мы два часа с половиной Уже почти поэзию Во втором отделении Лариса поздравит Споем песню После этого выступает Группа Птичкин Лариса Все Перерыв Дорогие друзья Сегодня Подводим Итоги Сегодняшнего вечера Людей будет подводить Лариса Луста И она Насколько я понял Выбрала Трех Понравившихся Ей авторов Да? Вот А, все-таки Ну ладно Тишина Эй Задний рёд Пожалуйста Поговорите Позже чуть-чуть И Также Надеемся Что Лариса Подарит нам Исполнение Акапелло Свою Акапелло Акапелло Правильно? Я подарю Акапелло Нет Ну Исполнение Акапелло Своё Исполнение Как вы знаете Вот Их тусовка Певцов Наши тусовки Поёт Да? Ну примерно Всё Песняю слово Лариса Луста Спасибо большое Я подписала Три своих Совершенно разных Альбома Трем Совершенно разным Поэтам И ещё раз Хочу оговориться То есть Мне было очень Я понимаю Что эти слова Обычно часто Произносят Вы знаете Так трудно было выбрать Не знаю как Наградило бы всех Но на самом деле Это практически правда Потому что действительно Мне было сложно выбрать Потому что действительно Я всех Кто сегодня читал Стихи с этой сцены Слышала впервые Тем более вот так вот Воочию живую В собственном Авторском исполнении И выбрать мне было Действительно сложно Поэтому я Вот делая этот выбор Я чем руководствовалась Мне хотелось отметить Во-первых Тех поэтов Которых Потому что были такие Пара человек Которых однозначно Такие лидеры хит-парада Как принято говорить В нашей музыкальной тусовке Вот я их опустила Эти два имени Хотя оба эти человека Мне очень-очень понравились Действительно Они очень достойные Очень яркие Очень талантливые Но у них и так Все хорошо А это кто? У меня блокнот Все написано Простите Сколько человек всего было Меня вот Переспрашивали мое имя Одну запомнить не могут А мне всех нужно По имени и фамилии Сложно всех сразу запомнить Прошу прощения Вот Поэтому я делала себе Пометки И в лицо И по стихам Я помню конечно Каждого Так вот Но Это не значит Что люди Которых я отметила Они мне не понравились Или я считаю их слабее Ни в коем случае Напротив Я считаю всех троих Их очень яркими Очень самобытными И очень интересными И они мне действительно понравились Двое из них Девушки Женская поэзия Вообще Вещь такая сложная Я знаю как трудно Женщинам нам вообще В принципе И в жизни И в искусстве А в поэзии Наверное особенно Потому что любят Обвинить женщин В женской поэзии В какой-то излишней романтичности Есть такое понятие Женская лирика Так вот Девочки Которых я хочу Вот подарить им Альбомы свои По-моему Совершенно очаровательные Совершенно разные Очень талантливые Яркие И самобытные Они Это Алла Зеневич Алла Зеневич У меня Это как раз Вся музыка Именно о любви Поэтому я пыталась Как-то так Мне нравится название Очень Да Тебя этот диск Можешь Через 10 лет Продать Большие деньги Я шучу Спасибо вам большое Действительно Ярко Артистичная И Встречная Спасибо Вторая Совершенно очаровательная Юная Я бы даже сказала Девочка Потому что Даже вот девушка Как-то мне не поворачивается Язык Потому что Ну такой Трогательный Воробушек Очень красивое Очень светлое Создание И с очень светлой И позитивной Энергетикой Это Майя Боринова Правильно я сказала? Майя Боринова Здесь Майя Майя здесь Или Майя уже убежала Не поверила Майечка Майя идёт Майя Спасибо вам огромное Вы действительно Несёте удивительный Какой-то Положительный заряд И несите его дальше Спасибо вам большое Можешь что-то сказать Аплодисменты Майям Ничего не плачет Майя Боринова Тоже с личным подписем Лариса И Наконец Мужчина Этого Поэта Очень Так сказать Большинство Очень сильно Раскритиковало В общем Поставили Ну как Не знаю Очень много 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 всего Наговорили Не самого Позитивного Не самого Хорошего И Даже я На первом Стихотворении Может быть Ну не сразу Так отреагировала Но Когда он Прочел Володя По твоей просьбе Стихотворение Которое называлось Крещенский снег Я считаю Что этот человек Заслужил Сегодня быть отмеченным Потому что Это правда Было здорово Поэтому Евгений Цоколов Да Евгений Цоколов Евгений А что Я вам так Написала Евгений Цоколов За крещенский снег Спасибо вам Огромное Мне действительно Вы удивительно Талантливы И я с радостью Услышу Ваши Стихи За крещенский снег За песню Да Спасибо Евгений Цоколов Ну а что касается Акапеллы Вы знаете Это так Я понимаю Что Такая Небольшая подстава Что пришла певица Значит она должна петь Петь я не готовилась Ничего не отстраивали Не репетировали Никакого Сопровождения У меня нет Два секунды Да Тишина Пожалуйста Подожди Подожди Господа поэты Вот этот человек Лариса Луста Два часа Пятнадцать минут Вас слушала Сейчас она будет Петь песню Одну Послушайте А может я буду Много песен петь Может я поэту Скажу еще одну А потом еще Послушайте ее Волча пожалуйста Имейте уважение Спасибо Ух Какой он струкий у вас Жень просто Я не знаю Что вам спеть Честное слово Я мечусь Потому что Ну не каждая песня Она красиво звучит Вот скажем так Акапелла Да Акапелла То есть Ну все знают Без сопровождения песни Потому что Есть народные песни Которые были написаны Нашими Дедами Бабками Предками Которые были Как раз написаны Для того Чтобы быть Копыльными А есть песни Написанные сегодня Но они далеко не все Звучат Может быть так хорошо Без сопровождения Я хочу пожелать вам Всем любви Потому что Мне кажется Что для любого Творческого человека А для любого Творческого человека Это вообще Основная Движущая сила Потому что Пока человек любит Его что-то толкает В этой жизни Заставляет переживать Заставляет Жить Заставляет Страдать И дай бог Это все будет Выливаться В ваши стихи Замечательные Талантливые Поэтому Вечной вам любви Вот одна из Я просто на выбор Вам хочу предложить Решайте сами Одна из песен Которые я хотела Вам спеть Это Вечная любовь Вот Ну Все Для лауреата Я даже Вторая песня Это народная песня Если хотите Я спою вам ее Я повторю вам ее Я повторю вам ее Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Слова тревог и слезы наконец Приют для всех уже прожитых утех Ты уйти не смог, прощаясь навсегда И видит Бог, надеюсь, что когда Увидишь вновь эту мою любовь И дашь ты клятву вновь Вечная любовь живет, чтобы любить До слепоты и до последних дней Один лишь ты, жить, любя тебя Тебя навсегда Тебя навсегда Тебя навсегда Тебя навсегда Тебя навсегда Тебя навсегда Слушайте, я понимаю, что над васолистом Приятно поиздеваться, всегда выключите Менец не издевается Если бы сказали, я включу бы сразу Ну так кто из нас профессионал Включите, пожалуйста, чуть-чуть с колоком Да? Спасибо большое Ну, чуть-чуть можно, капельку. Раз, два, три, четыре, пять. Не знаю, как в зале, а тут ничего не появилось. Раз, два. Вот, это даже многовато, можно чуть поменьше. Ну, что ж, русская, народная. Что затуманилась зоренька ясная, Пала на землю росой? Что призадумалась девица красная? Очи блеснули слезой. Очи блеснули слезой. Жаль мне покинуть себя одинокую, Ветер ударил крылом. И на дороженьку чару глубокую Вспень поскорее вином, вспень поскорее вином. Время бежит, и коня белогривого, Крепче держи под узцы. Едут с товарами в поди из косимого Мурамским лесом купцы. Мурамским лесом купцы. Много за душу свою одинокую, Много товара возьму. Я не виноват, что тебя чернотую Больше, чем душу люблю. Больше, чем душу люблю. Лариса Лорско! Спасибо. Спасибо, Лариса. Украли стойку? Стойку. Спасибо. Подожди, не уходи. Нет, не уходи, Лариса. Подожди. Куда же проект? Давайте, будем. Можно теперь ремер убрать? Ремер убрать? Украли? Подождите, нет, секунду, сейчас. У нас же обсуждение. Мы с других обсуждали. Скажите, пожалуйста, кому не понравилась Лариса Лунстов? Поднимите руки. Андрей, я вас слушаю. Поднимите руки. Те, кто первый раз смотрит это видео, просто у нас до этого Лариса слушала 2,5 часа поэтов. И там мы, когда поэт выступает, говорили, а понравился вам поэт или нет, и почему? Понравился или нет. А теперь вы, Лариса. Что? Слушайте, ребят, ну это профессионалы непонятно, да? Пойёт. Что? Пойёт. 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 Я не виноват. Пойёт. Пойёт, не виноват. Украинскую. Так украинскую, осторожно, молодой, не спотнись. Пойёт, не виноват. Хорошо. Верните, ребята, нам чуть-чуть хольчик. Есть одна удивительная совершенно украинская песня. Она ненародная. Она была написана в прошлом столетии, которое не так давно миновало. Но она замечательная. Она очень любимая и на Украине. И люди старшего поколения, наверное, её знают. я ее знаю с детства, потому что в семье у нас ее всегда пели. Называется она «Два колера», в переводе означает «два цвета» — черный и красный. Этими цветами всегда вышивали на Украине вышиванки, то есть дорожки, женские, мужские, брюшники, которыми украшали и хаты, и образы обязательно, ну и просто как полотенце использовали. И символизирует эти два цвета — любовь и печаль. Такое слово «журба» будет звучать в песне, так вот в переводе с украинского «журба» — это значит «печаль». Я думаю, что вы поймете смысл без перевода. Як ти малым збирався на весні пийти у світ незнаними шляхами, Сорочку мати вишила тоди червоними та черними, червоними та черними митками. Два кольори мої, два кольори, оба на полотні в души моє й оба, Два кольори мої, два кольори, червоними та черними. Червоний — то любовь, а черними — то журба. Тебе водила безвесть життя, но ты вертався на свои пороги, переплелись, як мами не життя, твої сумні та радісні, твої сумні та радісні дороги. Тебе винула в очі сина, що ти нічого не визьмеш додому, лиш з горсточок старого полотна, і вишите твоє життя, і вишите твоє життя на ньому. Два кольори мої, два кольори, оба на полотні, в душі моєю оба. Два кольори мої, два кольори, червоний то любов, а чорний то журба. Я желаю, щоб дорога вашої життя була вижита, тільки красною стишкою. Я хочу сказати, що є такий документальний фільм «Петербургські двори», і там Лариса Луста приймала участь, і вона там читала стихи, читала замечательно. І я б хотіла услышати, як вона прочитала стихи нам. Вона замечательно читає стихи. Вау, це двойна подстава. Я можу забыть слова. Не страшно. Тому що я, честне слово, не репетувала. Тоже сьогодні перед зеркалом. Пришла і говорю, як нынешньому снегу легко лететь с небес в угоду февралю, так мене в угоду вам легко взойти на сцену. Не вірте мені, коли я це кажу. Мені не привыкати. Мені не вперві. Ні внові. Внимати. Внимати вам долго. Понимати. Не-не-не-не. Це да, я розумію. Та розумію. Та розумію. О, стоп, а я знаю. Я ж вам говорила про блокнот. Я ж не вру. Давайте. Да. Господа, это Лариса Луста. Исполняю. Это твоі стихи? Мадуля. Мадуля, да. Зал знает. Если б я писала такие стихи, то мне бы не было цены. Я ведь не шутила про блокнот, куда я стихи записываю. У меня где-то они были. Эти стихи у меня не случайны, потому что это монолог актрисы. Действительно, он написан Белла Ахмадуллиной. Сейчас. А вы этого критикуете? Кстати, да. Белла Ахмадуллина. Пишите мне, когда я это говорю. Да, мне не привыкать. Мне не впервой, не вновим. Взять в кожу, как ожог, внимание ваших глаз. Мой голос, словно снег, вам упадёт под ноги, и он умрёт, как снег, и обратится в грязь. Не можется, нет сил, я отвергаю участь явиться на помост с больничной простыни. Какой мороз во лбу, какой в лопатках ужас, о, кто-нибудь приди и время растяни. По грани роковой, по острию каната, плесунья так пляши, пока не сорвалась. Я знаю, что умру, но я очнусь, раз надо, так было в прошлый раз, так будет в этот раз. Исчерпана до дна пытливыми глазами, на светенье ушей я трачу жизнь свою. Но тот, кто мной любил, всегда спокоен в зале. Себя не сохраню, его не поздравлю. Измучена гортань кровотечением речи, но весело мой прыжок из темноты кулис. В одно лицо людей так явственно и резче сливаются черты прекрасных ваших лиц. Я обращу в поклон нерасторопность жеста. Нисколько мне не жаль, ни слов, ни мук своих. Достанет ли их вам для малых блаженство? Я навсегда прошу, но лишь на миг. Белла Ахмадурина в исполнении Ларисы Лусты. А что так жить тогда? Ура! Значит, Лариса, огромный тоже низкий похлон от всех нас. Мы тебя, видно, раскачегарим. Я думала, в следующий раз мне нужно хоть подготовить песни, выучить несколько стихотворений и танец на всякий случай. Мы все-таки тебя раскачегарили, да? То есть ты хотел такую песенку спеть? Здорово. Господа!